Вести Карачаева Черкесия Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел очередной прием граждан в приемной президента России в республике. Руководителям региона принят ряд следующих решений. К 1 сентября текущего года в Аулиново-Этиберда будет построен фельдшерский пункт площадью 60 квадратных метров. В Хоторе Новоисправненске в срок до 1 сентября этого года будет проведен капитальный ремонт здания сельского дома культуры. По поручению Рашида Тимрезова дополнительно в ДК будет установлено оборудование для просмотра кинофильмов. Вместе с тем по просьбе жительницы республики в апреле ей будет предоставлена квота на оперативное лечение в Краснодарском филиале микрохирургии глаза имени академика Федорова. До конца 2023 года будет решен вопрос с водоснабжением жителей Аула-Эль-Таркач. Будут построены и водопроводные сети по улицам Октябрьская и Центральная. В станице Преградной по улице Первомайской в срок до 1 сентября этого года завершатся работы по прокладке газопровода к частным домовладениям, в результате чего будет догасифицировано 36 домов. До 1 сентября также завершатся работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по улице Ленина, 57, Черкеска. В парламенте республики обсудили вопросы противодействия религиозным экстремизмам. Заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Марат Абазалиев доложил о работе ведомства, сообщив, что ситуация в республике стабильная, бандформирований на ее территории нет и принимаются действия к недопущению их появления. Однако отметил, что в Карачаево-Черкесии применили административные меры к жителю субъекта по статье за дискредитацию вооруженных сил России и распространение фейковой информации. Большое внимание участники заседания уделили работе с молодежью. В целях подготовки к пожароопасному сезону в регионе прошла ревизия сил и средств пожаротушения, включенных в сводный план тушения лесных пожаров на территории Карачаева-Черкесии. Информацию комментирует начальник обеспечения охраны, защиты леса и организации тушения лесных пожаров Министерства природных ресурсов и экологии Эльвира Ченебекова. Правительством Карачаева-Черкесской республики принято постановление о перечне населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров и в начале пожароопасного периода. В это постановление вошли такие населенные пункты, как поселок Архыс, поселок Пхия, поселок Дамбай и город Тиберта. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии пожароопасный сезон открыт с 3 марта 2023 года. В Министерстве природных ресурсов действует региональная диспетчерская служба, которая в оперативном режиме на базе спутниковой системы СДМ Рослесхоз отслеживает возникновение термоточек. В случае возникновения термоточки тут же осуществляется выезд на место возгорания и определяется причина возгорания. В региональном Думе правительства состоялось очередное плановое совещание главных врачей медицинских организаций республики под председательством вице-премьера правительства Карачаевой Черкесии Ирины Гербековой. Рассмотрены приоритетные направления дальнейшего развития регионального здравоохранения. В частности, обсуждены вопросы, касающиеся диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения республики, репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста, оказания медицинской помощи мобилизованным и их семьям, а также ход вакцинации от полиомилита. Ирина Гербекова обратила особое внимание на важность оказания медицинской помощи семьям мобилизованных и диспансерному наблюдению за ними. Онкологический диспансер имени Бутова стал лауреатом Всероссийской премии в номинации «Лучшее учреждение». Премия присуждена за выдающийся вклад в борьбу против рака и неоценимую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Награду вручили главному врачу учреждения Зуберу Махову. Церемония награждения проходила во Всемирный день борьбы против рака в Государственном Кремлевском дворце. За свою полувековую историю Республиканская онкологическая служба прошла путь от скромного онкодиспансера в 25 коек до настоящего флагмана региональной онкологии, где ежегодно получают специализированное лечение порядка 9 тысяч, а консультационную помощь – более 20 тысяч жителей Карачаевой Черкесии и соседних субъектов. Открытие Центра амбулаторной онкологической помощи усовершенствовало раннюю диагностику онкологических заболеваний, а это, как известно, важная составляющая успешного лечения рака. Поставить работу на принципиально новый уровень позволило укрепление онкодиспансера дорогостоящим передовым лечебным и диагностическим оборудованием. 4 пункта оказания психологической помощи участникам специальной военной операции и их 7 открылись в Карачаево-Черкесии на базе социальных учреждений в Черкесске, Зеленчукском, Карачаевском и Уропском районах. В частности, бесплатную помощь от квалифицированных психологов можно получить в Республиканском социально-реабилитационном центре «Надежда» и Центре социального обслуживания населения. Комментирует информацию заведующая отделением социальной диагностики Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» Фатима Хубиева. Понимаете, они пережили такой стресс и сами военнослужащие, и члены их семей, и они нуждаются в психологической помощи. Не все знают о том, что они могут получить бесплатную помощь, поэтому мы разместили на всех наших сайтах, на официальном сайте Центра «Надежда» контактные данные, по которым они могут записаться на консультацию. И в соцсетях. Хуже, если человек не обращается. Последствия бывают намного тяжелее. Бывают даже необратимые последствия. Поэтому вовремя обратиться к специалисту – это уже половина решения проблемы. Очень сложно нашим мужчинам, кавказским мужчинам, обращаться за помощью, именно психологической помощью. Я думаю, чаще всего будут обращаться все равно члены семьи. Тут у меня большая просьба именно к ним. Если они будут замечать, что что-то будет происходить не так, что человек сам не справляется, поэтому, естественно, насильно привести его невозможно будет, но найти какой-то определенный способ, чтобы объяснить человеку, что это необходимо. Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия в числе регионов России, где установка солнечных панелей может быть выгоднее для малого и среднего бизнеса, чем традиционная покупка электроэнергии. Такие данные приводятся в исследования российского Гринписа. Кроме того, использование собственных солнечных электростанций может быть выгоднее в 75% российских регионов. Туроператоров Карачаево-Черкесии освободят от НДС. Причем освобождение произойдет задним числом с 1 января этого года. Налоговое послабление будет действовать до июля 2027 года. Это касается компаний, работающих в сферах внутреннего и въездного туризма. Соответствующие поправки в закон должны быть внесены до июня текущего года. Такой проект приведет к налоговому балансу в отрасли, а также стимулирует развитие новых туристических продуктов. Зачем нужна страховка и от каких рисков она защитит? Как управлять своими финансами и как не попасться на уловки кибермошенников? Об этом и многом другом слушатели узнают во время весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности, которая продлится до 21 апреля. В проекте Банка России могут принять участие школьники и студенты колледжей Карачаево-Черкесии. Сотрудники музея Банка России подготовили уроки по истории денег, древней монеты. Школьникам расскажут, как появились первые копейки, об исторических денежных реформах и их деятелях. Эксперты научат также расшифровывать чеканные рельефы на старинных монетах. Комментирует информацию помощник управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии В прошедшем году в онлайн-уроках весенней и осенней сессии приняли участие почти 90% школ и колледжей Карачаево-Черкесии. Всего же учащиеся республики посмотрели вебинары Банка России более 70 тысяч раз. По сравнению с 2021 годом количество просмотров увеличилось как в школах, так и в колледжах на 4 и 6 тысяч соответственно. Подключиться к онлайн-урокам можно как классом или группой, так и индивидуально. Расписание и инструкция по подключению размещены на сайте проекта www.dnitrfg.ru Сегодня в республике состоится вебинар на тему развития транспортировки и распределения товаров, товародвижения по МТК Север-Юг, на котором нашим экспортерам расскажут про транзит в страны Ближнего Востока, о способах эффективной организации поставки в новых рыночных условиях, а также перспективных логистических направлениях. Участникам мероприятия расскажут об актуальности рынка Азовского и Каспийского макрорегиона и прогнозировании снижения цен на перевозки по МТК Север-Юг, перевозки промышленной продукции транзитом через Иран с дальнейшим распределением в различные страны, а также об освоении контейнерных перевозок и предоставлении комплексного сопровождения грузов в Иран и т.д. Министерство культуры Карачаева-Черкесии совместно с Союзом московских архитекторов разработало концепцию модернизации республиканские системы культурно-досуговых учреждений, комментирует информацию министр культуры региона Зурапа Гербов. Смысл проекта – это не только разработать новую архитектуру, новое здание. Смысл проекта в том, чтобы мы вместе со специалистами, которые работают в Домах культуры, вместе с нашими посетителями, вместе с экспертами сформулировали, каким должен быть Дом культуры, чтобы быть интересным в наше время. Наш зритель отвлекается на социальные сети, на гаджеты. Как нам сделать Дом культуры точкой притяжения и в большом городе, и в маленьком селе, чем его наполнить, чтобы сюда ходили люди всех возрастов, и как на всем этом зарабатывать. Потому что здесь огромный потенциал культуры в зарабатывании денег, в развитии креативной экономики. Строить нужно такие здания, которые можно использовать самым разнообразным образом, меняя наполнение и активность внутри каждого из залов. И третий вывод, который мы сделали – Дома культуры, они должны быть со своим духом, со своим лицом, со своей культурой, историей. Выражается это все, конечно, через локальную идентику, то есть через детали, которые отражаются и в интерьере, и в оформлении, и в дизайне, в архитектуре самого здания, позволяя каждый Дом культуры делать уникальным, даже если он идет по типовому проекту. В Тиберде открылось новое отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Теперь здесь можно получить паспорт в 14 лет, заменить его в 20 и 45 лет, восстановить паспорт, оформить заграмм паспорт, а также получить услуги по регистрации по месту жительства и по месту пребывания. Кроме того, как и в других региональных МФЦ, здесь можно взять справку об отсутствии судимости, зарегистрировать право собственности и многое другое. В отделении также ведется прием платежей по услугам жилищного фонда. Энергетики Республики проведут ремонт пяти питающих центров в Карачаево-Черкесии в текущем году, что позволит повысить надежность электроснабжения 145 тысяч человек. Информацию комментирует главный специалист службы по региональной работе Департамента по взаимодействию со СМИ Публичного акционерного общества «Руссети Северный Кавказ» Надежда Алакаева. Специалисты филиала «Руссети Северный Кавказ» «Карачаево-Черкеска Энерго» в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов приступили к ремонту на подстанциях 110-35 кВт. Технические мероприятия начаты на питающих центрах «Ильичевская», «Заречная», «Южная», «Северная» и «ПРП». Эти подстанции обеспечивают электроснабжение около 145 тысяч жителей республики. Энергетики уже провели ремонт оборудования на питающих центрах «Цементная», «Маруха», «Электроизолит» и «Касаева», от которых электроэнергию получают порядка 50 тысяч потребителей в регионе. Качественная и своевременная подготовка энергооборудования на подстанциях позволит не допустить значимых технологических нарушений в сетях и обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Карачаева-Черкесии. В Карачаево-Черкесии Министерством природных ресурсов и экологии совместно с Министерством образования продолжается работа по возрождению культуры школьных лесничеств. В настоящее время на территории республики действует уже 5 школьных лесничеств на базе школ в Карачаевском, Зельчукском, Хабецком и Уропском районах. Комментирует информацию советник-министр природных ресурсов и экологии Медина Боташева. Школьное лесничество – это такое добровольческое направление, которое было еще популярно очень в советское время. И вот сейчас, в том числе на федеральном уровне, идет политика возрождения традиции школьных лесничеств. У нас в республике непосредственно самих структурных учреждений лесничеств 5 и на базе каждого созданы именно школьные лесничества. Количество их участников – это уже порядка 100 человек. Совокупно в каждом районе, закрепленный за каждым лесничеством. В настоящее время мы совместно с Академией, с Министерством образования подготовили региональный план развития школьных лесничеств, в который входят и просто просветительские мероприятия, и именно научная часть, научно-опытная часть, которые как раз-таки нам могут помочь и подсобить действующие специалисты лесной отрасли и будущие лесники, которых выпускают на кафедре. Отгрузки свежих овощей и зерна из Карачаева-Черкесии в регионы значительно выросли с начала этого года. Такие данные приводит Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора, комментирует информацию старший государственный инспектор управления Зинаида Исаева. С начала года в Северокавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора на территории Карачаева-Черкесии проконтролирован вывоз 24 тысяч тонн растеневодческой продукции. Из этого объема около 17 тысяч тонн зерно. Оно отгружается преимущественно в порты Астраханской области, Краснодарского края и Республики Дагестан. Круглогодично из республики идет отгрузка свежих овощей в регионы страны. С начала года уже отгружено более 2 тысяч тонн свежих овощей. Отметим, что вывоз подкарантинной продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно вырос. Например, отгрузки зерновых культур выросли на 246%, а свежих овощей на 33%. Прокуратура Карачаева-Черкесия организовала проверку в связи с обвалом 13 марта текущего года горной породы на проезжую часть федеральной автодороги, ведущей к туристическому курорту Архес. Рассказывает старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Прокуратура Республики организовала проверку в связи с обвалом 13 марта 2023 года горной породы на проезжую часть федеральной дороги, ведущей к туристическому курорту Архес. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения уполномоченными органами требований законодательства, регламентирующего содержание придорожных полос автодороги, а также положений закона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В предстающую субботу в ауле Хабе состоится торжественное открытие физкультурно-здоровительного комплекса. Данный ФОК – один из первых на Кавказе, который построен благодаря социальной программе публичного акционерного общества «Газпром-Газпром-Детям». В рамках договоренности главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова с председателем правления компании Алексеем Миллером. Всего в рамках социальной программы «Газпрома» в регионе уже построено 13 спортивных объектов. В открытии примут участие заместитель председателя правительства России Александр Новак, глава Карачаевой-Черкесии Рашид Тимрезов и другие. Новый спорткомплекс общей площадью 1916 квадратных метров включает в себя тренажерные и универсальные спортивные залы для игровых видов спорта. Кроме того, есть зрительские трибуны на 80 посадочных мест. На базе ФОКа планируют проводить республиканские и всероссийские соревнования. В республиканской столице прошел турнир юных футболистов. Местом для проведения футбольных баталий между шестью командами стала спортивная площадка «Зима-Лето» седьмой школы. После напряженных трехдневных игр определились призеры. Победителем стала команда спортивной школы номер два «Ювентус». Серебряный кубок достался команде «Легион», а третью ступень в виде стола заняла команда «Нарт». Лучшим вратарием турнира признан Альберт Камов. Лучшим защитником – Давид Милкумов. Лучшим полузащитником – Альберт Нахушев. Лучшим нападающим – Азамат Узденов. И лучшим игроком турнира стал Ислам Тимушев. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный – 4,9 метра в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса. В горах местами плюс 7-12, сохраняется лавиноопасность. В Черкесии без осадков ветер западный – 4,9 метра в секунду. А столбик термометра поднимется до 20 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!